Приветствую всех в наступившем 2020 году. Очень знаменательная и очень редкая дата для нумерологов. Только 2000 году уступает почти с самого начала этого года, а точнее с 7 января, судьба меня закинула в Питер. Последний раз в этом городе был почти 20 лет назад. Пригласили пройти медицинское исследование моей основной разработки по вихревой энергетике, возможности посоха и других аппаратов. Дело в том, что в Питере с 1991 года существует научно-производственная фирма «Динамика», специализирующаяся на разработке и изготовлении медицинского диагностирующего оборудования. Все лицензировано и сертифицировано. Подробности вдаваться не буду, в процессе, надеюсь, поймете сами, что и как. Приглашала не сама производственная фирма «Динамика», а некая заинтересованная сторона. К сожалению, организация и согласование данного процесса была далеко не на высоте, и многое обещанное для моего пребывания в Питере осуществлено не было. И в лучшем случае не более 20%. Как мне обещали, была составлена целая программа на многие часы активных действий, охватывающие несколько дней. Но из четырех суток, а с дорогой пять, максимум полезного было всего на пару часов. Мало того, за всю свою сознательную жизнь впервые пришлось пройти некий принудительный квест, типа «стань помжом» на пару суток в блокадном Ленинграде. Ладно, не будем о печальном. Планировалась, по заверению организаторов, еще поездка на птицефабрику для проведения эксперимента над несушками, чтобы проверить, насколько вихревая энергия может поднять яйценосность у кур. Но догадайтесь с первого раза, чем дело кончилось. Конечно, никто никуда не поехал, так как в реальности никакой договоренности не оказалось. Было просто авантюрное желание. А я могу на 95% заверить всех, что результат был бы. Тем не менее, по большому секрету скажу, что у меня проводится уже третья стадия экспериментов над бройлерными цыплятами. И результаты просто ошеломляющие. Третий цикл начался за неделю до Нового года и будет продолжаться еще три недели. Совсем скоро я опубликую ход этих экспериментов. Но с несушками обязательно буду что-то сотворять. Яйценосность надо поднимать, так ведь? К тому же существуют такие глобальные проблемы, как сальмонелла и птичий гриб. Ладно, вернемся к медицинской диагностике. Для исследования я привез с собой посох, жезл, новый гибрид и даже два меандрона Кутушова. Но руководитель динамики Константин Смирнов любезно выделил нам только около одного часа на все. Пришлось сильно ужиматься и сводиться фактически только к одному сеансу исследований. Вкратце поясню суть. Для исследования были привлечены четверо испытуемых от 40 до 70 лет. Двое из них уже пользовались возможностями вихревой медицины. Причем один из них был фактически на грани передоза. А двое других впервые. Один был взят прямо из сотрудников компании. Весь процесс от самого начала до конца снимался на две видеокамеры с разных ракурсов. Конечно, все показывать не будут, так как 90% времени это просто сонное сидение на стульях вокруг посоха. Первые 15 минут после включения диагностики никакого воздействия не проводилось, так как компьютер через датчики анализировал начальное состояние всех испытываемых, составляя, так сказать, начальную диагностическую карту со множеством параметров. После окончания первого цикла диагностики я включил посох и пошло диагностирование самого процесса воздействия. Чуть более чем 15 минут. После посох был выключен, а испытываемые расселись на диванах для небольшого отдыха. Из-за урезанного времени двоим были выданы меандроны и они продолжили сеанс уже с ними. Отмечу, что это были те, кто первый раз получали воздействие у вихревых энергий. Далее снова были подключены датчики и началась диагностика уже после всех процедур. Также более 15 минут. Позже Константин нам показал некоторые сравнительные фрагменты результатов тестирования. И мы, свернувшись в свое оборудование, распрощались. И главное, нам выдали распечатки начальных и конечных данных всех четверых, по которым я сейчас пробегусь. Я слишком много принялся для этого всего. Да, люблю просто вода для проводимости. Да, можешь просто растереть, она вообще не хватает. Так, значит, просьба ко всем сидеть спокойно, руками, ногами не шевелить, не разговаривать. Глаза можно прикрыть. Да, не мешать. Лучше не разговаривать. Лучше не разговаривать. Глаза прикрыть, расслабиться, никак не контактировать. И, в общем, он... Сергей Андреевич, выложим мобильник подальше. Руки всех важные? Сейчас включаем. Включили? Да. Ощущение, какие случивые имеются? Нет, ну, вестибулярный аппарат, там, что-то вот такое. Светится? Да, полностью. Все светится. Посохом это, ну, где-то, да, раза два недели желательно. А вот этими фигурами, то можно каждый день, но это локальные, точечные, для определенных органов. Потом, для легкого, попробуйте. Так, Станислав, все. Вот, да. Ладно, посмотрите. Ну, есть. Бокальный. Так, целом. Вот. И туда проводим. Так. И что с этим делать? Прямо. 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 А, легкое какое-то. Какое-то легкое. Ну, да. Можно периодически менять. И сколько с этим посидеть? Минут пятнадцать прошло. Между ними. Разная система. Магнитного поля. Ну, там нет магнитного поля. Ну, примерно. Там ни у кого не было этой самой. Ну, если понадобится. Ладно, просто так. Даже у катушки тесла на десяти километров не загорится. Л Telesmanic аккаунт видел fines이라고. Стоит от JJ. И можно ещё кому-то? Ну, я не ballots тогда мне автурал F сделать. Давай это всеми. Так, можем. То есть эту штуку заберя от меня авторого меня. Ну, нет, так. Ну, sou reputation. Ну, заказ действия, откажите. Давай раздействия. Ну, хорошо. Но на все вокальные пищи. Максимальный эффект. Максимальный эффект. Сейчас же мы не вернемся. Ладно, просто так. Даже у катушки тесла на 10 километров не загорится. Вот расстояние. Руки, конечно. Вот выпуска. Смотрим. 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 Результат улучшил. Буду 98. Вот, обратите внимание. это вот кривая до воздействия либо не есть во время воздействия либо не были явные после воздействия она вообще ушла в максимум хорошей но другое что в принципе станислав он человек изначально он здоров до претензий к здоровью что бывает 10 мы можем посмотреть биологический возраст у Толстого изначально биологический возраст был хронологический 57 изначально биологический уже был 39 а стал 34 то есть на 5 лет он помолодел хотя опять-таки повторю что в Станислава и так все очень здорово так у Игоря изначально было 51 процент биологический возраст 50 лет до окончании измерения стало 64 возраст 45 начнем сравнительный анализ сотрудника этого предприятия вот ему 40 лет как видите вот верхняя таблица и нижняя таблица будем их сравнивать значит первая таблица видите 1321 здесь 1359 почти через 40 минут после начала когда первоначальное измерение проводилось а это измерение уже после всего когда уже они сидели на диванах вы все видели так как этот испытуемый был впервые то мы видим вот такую ситуацию даже какой-то некоторые если сравнить вот эти таблицы некоторые ухудшения особенно регуляции ну с чем это связано первое как я уже сказал он первый раз соответственно как я вам всегда в предыдущих выпусках говорил что воздействие первый раз должно быть осторожным так как иммунная система она пока не понимает что с нее хотят и ведет себя довольно подозрительно вот это и высказалась в этом это одно второе если вы заметили он постоянно сидел еще и с миандроном хотя уже вот эта таблица шла проверка уже конечного состояния но тем не менее в это время он находился с миандроном а миандрон он достаточно сильный и в общем то конечно его должно было калашматить ну что мы видим но смотрим адаптация организма 54 то есть это повышение функциональное состояние 50 55 вот только регистативная регуляция упала ну вот этот график на него сложно смотреть просто идем дальше с этими графиками и гистограммами я не совсем разобрался но в принципе видно что тут как-то все получше по идее верхняя так как я говорил начальная это конечная вот эти графики можно посмотреть диаграммы но тут мало какие-то либо изменения но вот как считают сами разработчики но это же я в общем то когда разобрался с этим всем вот эта матрица важно и это пирамида довольно важно ну вот еще вот эти вот вот значит если у нас красная то есть вот эта шкала нижняя это не очень хорошо когда у нас тут все селененькая синенькая это уже хорошо и мы видим что здесь норме 12 и 6 а здесь 16 8 с изменениями 73 тут 56 то есть явное улучшение идет вот эта пирамида чем она толще и больше выше тем это лучше и вот смотрим 128 175 всего за каких-то 15 минут воздействия но плюс миандрон который в общем то даже больше мешал чем пока приносил пользы то есть это должно быть отражено уже дальше они в данный момент тем не менее мы видим вот вот этот здесь идут пятна большие здесь меньше по идее вот это хуже это лучше но с этим я не совсем знаю как разбираться вот это мне тоже не совсем понятно но здесь вот я сними вот это самое лучшее лучше лучше то хуже 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 самые темные это хуже и хуже вот увидим здесь что есть опять же улучшения если смотреть сюда Да, вот смотрим, что оно больше ближе к этому, то есть нижней колонке. А вот это уже ближе к этой колонке. И еще. Значит, хронологический ввод за 40 лет, биологический 43. Здесь же 40 лет и биологический упал до 41. Есть какой-то прогресс. Это данные по сотруднику. Следующий у нас тоже первый раз, но ему 57 лет, у него были проблемы. И он после микроинсульта, хотя на момент теста мы об этом не знали. Уже выяснилось, когда он понял, что ему тяжело даже 15 минут высидеть. И это естественно. Я в своих описаниях тоже предупреждал, что с инсультами и ими подобными болезнями надо подходить осторожнее. Ну, там как раз 15 минут хватило нормально. Тем не менее, смотрим, опять же, вот 1327, 1359, 78, функционал. Тут 91 скакнуло. Вегетативное 93, 94, 73, 92. В общем, видите, как все вскочило. То есть активировало его довольно прилично. Вот тут уже видим тоже некоторые проблемы. Здесь эти проблемы устранились. Ну, говорю, вот с этим мне не совсем понятно. Тут, естественно, у него немножко из-за последствий вот какие-то всплески были. Ну, я говорю, я тоже не совсем понимаю, что это. Вот тут очень интересная картина. Типа как у него и так неплохо, вот, по крайней мере, с этой матрицей. Но здесь вообще у него прямо под 100 как-то так. Даже странно, неожиданно. Тут какие-то пятнышки есть еще зеленые. Это вот. А синий это хорошо. А тут вообще все в синем. Ну, понятно, 100%. Пирамидка тоже улучшилась. 245, 352. Ну, и тут все-то. Вот по этому графику. 45% стресса. Тут стресс у него уменьшился. Бодрость 5,8. Тут 17. Но ему поплохела, естественно, бодрость упала. Активность тоже упала. Расслабленность. Ну, тут я не знаю, куда, в какую сторону. Ну, естественно, ему стало вот как раз хуже. Как бы, в принципе. Но организм отработал вполне интересно. И вот, что мы видим тут. Вот здесь, видите, какая ерунда. Довольно-таки опасная. А тут уже разрыв. И этот разрыв, это уже хорошо. Вот оно. А здесь еще мы здесь находимся. И биологический возраст 39-34. На 5 лет прямо вниз за 15 минут. Вот такая картина. Вот это у нас сейчас 70 лет. Он уже много пользовался вихревой медициной. И через меня уже прошел вот этих пару дней, которые я уже успел приехать. И вот только мы, когда начали тут диагностику, вот несколько дней он постоянно и посохом пользовался, и меандронами, и всем остальным. И он так был на грани передоза. Конечно, вот когда передоз, вот как раз яркий пример. Как я вам опять же всегда говорил, что старайтесь не доходить до передоза. Видите, у него какие-то странности прыгающие. Вот тут у него как бы улучшение пошло, а остальные показатели как бы хуже. Вот тут вот кардиограмма вроде более-менее, а тут вон страшная какая. Естественно, у него реакция была неоднозначная. Но смотрим дальше. Вот тут видно. И тут какие-то изменения есть. С этим опять не знаю, но вот, по-моему, здесь улучшения некоторые. 326, 213, 280, 152, тут что-то другое. Ну, эти ритмы я не знаю. И опять, судя по этим сотам и по пирамиде, есть некоторые ухудшения заметные. Хотя и тут норма не очень, и тут норма не очень. И тут пятна мощнее. Вот пирамида чуть-чуть больше здесь, а здесь меньше. Здесь та же ситуация. Фактически изменений нету. Тут тоже смотрим результат такой же. Тут тоже никаких изменений. 66, 66. И здесь ситуация почти одинаковая. Вот мы специально выбрали его для теста. Для того, чтобы именно посмотреть. Вот так как у него, во-первых, возраст, все-таки 70 лет. И у него много проблем есть. К тому же, практически на передозе. То есть, он постоянно пользуется вихревой медициной. Конечно, постоянно пользоваться не надо. Надо делать перерывы. Как результат, пожалуйста. Смотрим тут. Тем не менее, за несколько дней, что он прошел через посох и другие мои аппараты, которые я привез. Он сказал, что очень такие хронические болезни, которые его сильно доставали, они вот его пару дней уже не беспокоят. Вот. Тоже показатель. И последний испытываемый. 57 лет. Он тоже уже пользовался перед этим, но умеренно. Фактически, вот я приехал, привез, и вот он пользовался. И вот, что мы тут видим. Самое оптимальное. 51,64. То есть, показатели все идут в зеленую зону. Довольно-таки приличные. Все поднялось. Тут тоже видим, вот, есть какие-то нюансы. Здесь их меньше. Тут опять, в общем-то, более-менее. Но опять же, 833, 526, 300, 304. Почти ничего. Почти ничего. Почти то же самое. Тут снова тоже все повеселее. Вот. Тут есть какие-то красные зоны с зелеными. Тут вот, уже этих красных зон практически нет. Желтенькие, зелененькие. То есть, вот где-то вот здесь вот. Даже синие появились. Пирамидка выросла. Несколько. 156, 190. Здесь тоже параметры, смотрите, какие. И вот тут больше пятен. Здесь меньше пятен. Вот здесь вот, по графику, не знаю, стресс. Больше увеличился стресс. Да, он еще тогда гибрид себе под ногу подложил. Видать, немножко ему дало. Но это дело... Ну, это не так опасно. Опасно. Вот тут, опять же, вот видим, больше сюда похоже, а это больше сюда. То есть, некоторые, типа, то ли улучшения, то ли что есть. 80%, 66%. И такой интересный показатель. Опять биологический возраст. 50, хотя ему 57. А здесь уже и 45. Ну, довольно серьезно. Вот такая у нас картина получилась. Так что, конечно, можно немножко пожалеть, что так получилось, что всего нас на час допустили к оборудованию. Все-таки хотелось, чтобы это было несколько сеансов. И, может быть, на 2-3 дня. Ну, как получилось. Тем не менее, заметно видно по этим таблицам, что на самом деле все довольно серьезно работает. Да, еще можно сказать, что там больше десятка народу прошло, пока я там был. И, конечно, надо учитывать, что всего-навсего воздействие было 15 минут. И один раз это, конечно, для диагностики очень мало. Как минимум, надо было бы полчаса и несколько сеансов. И проводить уже проверки на следующий день или там через 2 дня. Вот это бы показало истинную картину. Тем не менее, как я повторяю, результат есть и довольно солидный. Меандроны, которые применялись, особенно этот синий, он вообще комбинированный. Там 2 тора, довольно хитро скрученные. 2 генератора, 2 модулятора. И модулирующая частота еще и плавает. Это Меандроны Кутушова, которые делает Валентин Дондорф с его командой под заказ. Вот я их взял на испытание тоже. Ладно. Я думаю, достаточно. Всем пока. Будем продолжать дальше эксперименты.